Тумсо, пока мировое сообщество признает и всегда признавало Чечню частью России, вы не имеете права отделиться от России, тем самым нарушив признанные международные границы России. Тумсо, привет! Подскажи, пожалуйста, по какому закону право Чечено-Ингушская автономная республика в составе России могла отделиться от нее? Как думаешь, Кадыров продался, но сочувствует ли в глубине души за то, что угнетает свой народ? Или он просто продался и плевать ему на свой народ? Тебе не кажется странным, что боец Кадырова-Чимаев уходит на бой под песню Тимура Муцараева, который пел о свободе, и если не ошибаюсь, его песни считаются в России экстремистскими. А если честно, я понятия не имею, под какую он песню выходит, никогда не интересовался, не смотрел. Если ты утверждаешь, что он выходит, наверное, выходит. Странно ли это? Да там много всяких странностей, особенно если посмотреть в прошлое, совсем недавнее прошлое этого человека, здесь в Швеции, как он себя представлял, с кем дружил и так далее, то там странностей очень много. И Муцарея в данном случае вообще не странность, поверь мне. Ну что, пока мировое сообщество признает и всегда признавало Чечню частью России, вы не имеете права отделиться от России, тем самым нарушив признанные международные границы России. Ну мы как-то с этим разберемся. Любые границы можно менять, и то, что там кто-то что-то не согласится или не признает, это все вопросы, которые мы готовы к переговорам, мы готовы, и мы будем добиваться своей независимости. Главное, что мы знаем, что это наше право, это справедливость историческая и фактическая, и мы будем к этому стремиться. А то, что кто-то что-то сейчас не считает, не хочет ссориться с Россией, поэтому, ну, друзья, что поделаешь, это нас не должно останавливать. Да, нам, конечно, хотелось бы, чтобы мир по-другому как-то на все это смотрел, но, увы. Имеем то, что имеем, и это нас ни в коем случае не останавливает. Это правда, что в Чечне находится больше военных баз, чем в других регионах России? Не то, что в других регионах. Больше, чем сегодня, воюют в Украине. В Чечне и вокруг Чечни сосредоточено больше российских военных, чем сегодня задействовано в войне в Украине. Тумсо, привет. Подскажи, пожалуйста, по какому закону право Чечено-Ингушская автономная республика в составе России могла отделиться от нее? Ну, в составе РСФСР, ты хотел сказать, на тот момент России не было, была российская. Короче, была РСФСР, социалистическая, реоритивная, бла-бла-бла. По какому праву? По закону Советского Союза. Хотя, если вопрос задается, имели ли вы право без этого закона? Конечно, имели. То есть, я-то здесь, для меня закон Советского Союза, я чихать на него не хотел, плевал, плевал абсолютно. Но, тем не менее, отделение было сделано полностью в соответствии с действовавшими на тот момент законами. В конце 80-х прошли выборы, первые это были такие реальные выборы, Верховный Совет и СССР, и, значит, Республик СССР, автономных республик. И вот этот, значит, Верховный Совет, на тот момент законно избранный, который являлся законной властью Чечено-Ингушской СССР, провел съезд чеченского народа, в результате которого была принята декларация, точнее, они, этот съезд, который был по инициативе Верховного Совета созван, они пришли к решению о провозглашении суверенитета, и после этого Верховный Совет, являющийся официальной легитимной властью, признанной и властью СССР в СССР, этот Верховный Совет принимает декларацию о провозглашении суверенитета, в котором не указывается ни слова про автономную республику. Это, кстати, мы были первыми и одной из двух республик, которые не указали, что они автономны. Остальные, вы можете сказать, другие тоже провозглашали свой суверенитет, и первая вообще была Северная Осетия в этом вопросе. Да, но все они указывали в своих декларациях, что они являются автономиями. Мы же с Татарстаном указали, что мы являемся просто республиками. И мы готовились вступить в новый обновленный союз, то есть СССР 2.0. Мы готовились вступить в качестве социалистической республики. То есть Советская Социалистическая Республика не автономная в составе РСФСР, а Советская Социалистическая, как Грузинская ССР, Азербайджанская ССР и так далее. Надо сказать, что мы не собирались на тот момент выходить из Советского Союза. Таких идей не было. Мы собирались двигаться дальше, но уже как Советская Социалистическая Республика. Но все пошло не так, как запланировали. Соответственно, по международному праву мы все сделали прям тютелька в тютельку по закону. Никто нам ничего не может предъявить. Мы прямо вот легально в соответствии и с законами СССР, и с законами международного права мы вышли из РСФСР, вышли также из Советского Союза, провели у себя выборы, провозгласили независимость, свой суверенитет. Все как бы сделано в рамках закона. Как думаешь, Кадыров продался, но сочувствует ли в глубине души за то, что угнетает свой народ? Или он просто продался и плевать ему на свой народ? Я думаю, ему плевать и его любое проявление какой-то смелости, отваги, гордости, чести, и эти все моменты его очень серьезно огорчают. Иначе быть и не может. Конечно, ему очень неприятно понимать, что есть в этом мире люди, которые сохраняют себе эти высокие качества, которых он лишен, которые он продал и предал. Поэтому он их искренне, я думаю, ненавидит. В то же время, конечно же, это и восхищает его любовь, но у него к этому ненависть. Он пытается это все искоренить, чтобы ничего не было, а потом можно было бы себя выдать за вот этого героя, за отважного человека. Чтобы предательство можно было выдать за честь. Как ты считаешь, ливийцы сейчас живут лучше, чем при диктаторе Каддафи? Понятия не имею, я не был в Ливии. Если бы я был как-то вовлечен в эту тему, я бы ответил тебе на вопрос. Но я знаю точно, что при Каддафи, при диктаторе жить хорошо невозможно, когда ты... Ну, вот пример того, что происходит в Чечне. Просто приходит человек и говорит, так, вот здесь должна быть эстакада. Вот это значит, все, что там построено, убрать. Народ не может быть счастлив при таком режиме. Вот это я точно знаю. А что там сейчас, я не знаю. Если у меня когда-нибудь доведется мне там побывать, то я тебе обязательно расскажу, что я об этом думаю. Другой вопрос. Почему ты проводишь эфиры с оппозицией, в кавычках, из команды Навального? Ведь там такие же люди, только без власти. Сам Навальный призывал ограничить передвижение на Кавказе, прям как немцы и евреи. Я не видел никаких призывов ограничить движение на Кавказе. Я не знаю, откуда ты это взял. Почему я провожу эфиры с оппозицией? А почему нет? Я не только с оппозицией, я и со своими непосредственными врагами, типа кадыровцев, проводил и провожу, если надо. Буду проводить эфиры, чем-то спорить, где-то критиковать. По-моему, в этом и заключается вся моя деятельность. Или вы как себе это представляете? С кем я должен проводить эфиры? Со своей семьей? Что делать? Жене своей звонить и разговаривать на аудиторию. Как вы себе представляете эту деятельность? Томсуа Навальный – это центрист без взглядов. Было модно, он ходил на русские марши. Стало модно быть леваком, он им стал. Завтра будет коммунизм, он и там пристроится. А если ты не видел эфир, я скину. Ну, я лично не заинтересован выступать адвокатом у Навального. Он нравится, он тебе не нравится, это твои личные проблемы. Я не знаю, почему ты мне про него говоришь. Сейчас, на данный момент, он несправедливо заключенный, политзаключенный, который сидит в путинской тюрьме. Я думаю, это гораздо важнее. Я думаю, что он единственный сегодня, это единственная альтернатива Путину, это единственный реальный какой-то оппозиционер. И он сидит в тюрьме, вот что важно. А то нравится он кому-то, не нравится, это уже какие-то другие вопросы. Я не являюсь его соратником или кем-либо. Зачем со мной об этом говорить? Если есть какие-то претензии к Навальному, то, пожалуйста, его команда здесь несколько каналов они ведут. Можете там высказать все свое недовольство по отношению к этому человеку. Сколько ты зарабатываешь на своей блогерской деятельности? В одно время на тебя ополчились все блогеры, борцы и чкирицы, ополчились не из-за зависти ли это, что ты забирал просмотры и хлеб? Ну, сейчас им нечему завидовать, потому что сейчас просмотры никакой прибыли не дают. Так как в России все просмотры не монетизируются, соответственно, YouTube теперь за просмотры дает вообще какие-то копейки смешные. Так что теперь завидовать нечему, теперь они могут снимать с меня эту ополченность. Причины больше нет. Хочу сказать пару слов про фильм Аманат. «Настолько исковеркать историю, надо еще постараться, как они изобразили кавказцев, я вообще молчу. И вообще, с каких пор мы стали с русскими братьями?» Ну, вот, по-моему, с момента, по крайней мере, у нас в Чечне, с момента появления, с момента предательства Кадыровыми, с этого момента началась эта история какой-то невероятной любви между отдельными. Чеченцами, типа Кадырова, и российской властью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok